С самого утра на стадион «Шахтер» приехали медики. Сменив привычные для себя белые халаты на спортивную форму, они вышли на поле для разминки. Не теряли время и болельщики. «Стадька звонит стадион! Вышла трешка чемпион! Всех задавит, всех порвет! Вперед голову забьет!» Десять команд, более ста участников. Среди них сборная Сбербанка. Банкиры неспроста оказались на спартакиаде. Они стали партнерами мероприятия и его участниками. Правда, в них конкурса. Безусловно, мы участвуем в спортивной жизни Кузбасса. И наши сотрудники принимают участие в различных мероприятиях, которые инициируют наши партнеры и органы государственной власти. Одним из первых испытаний для команд стал футбол. Ожесточенная борьба развернулась между стоматологами и третьей городской больницей. Несмотря на все усилия игроков, финальный счет 1-1. А значит, исход матча определит серия пенальти. К мячу подходит Никита Зайцев. Его удар решающий. Напряжение на поле возросло. На кону – золото спартакиады. Футбольный турнир среди медицинских команд занимает особое место среди всех видов спорта. Ну, не обижая никого. Но с каждым годом уровень все растет. Наверное, этому способствует развитие мини-футбола в Кемерово. Все-таки не секрет, что большинство медиков, да и не только медиков, принимает активное участие в городском чемпионате по мини-футболу. Ну, хотелось бы, чтобы с каждым годом уровень все рос, борьба все была острее и принципиально. Равная по накалу футбольным баталиям, борьба развернулась по соседству. Там метали портфели. Мужчинам предлагалось проверить свои силы на 5-килограммовом реквизите. Женщинам выдали портфели чуть легче. Соревнования по метанию портфеля никого не оставили равнодушным. Даже представители СМИ не удержались. Операторы уже поборолись за звание лучшего. Теперь время корреспондентов. Раз, два и три. Кульминацией спартакиады стало не менее эмоциональное соревнование – перетягивание каната. Несмотря на жару и усталость, у участников словно открылось второе дыхание. Силой выдержки врачам не занимать. Они отлично знают, насколько важна хорошая физическая подготовка. Она служит основой крепкого здоровья. Поэтому все испытания медики прошли на ура. Кстати, помимо привычных волейбола, футбола и бега, в списке спортивных этапов на этот раз появились с нововведения. В какой-то степени, наверное, повлияло на набор дисциплин спортивных. Еще и то, что у нас в стране возрождается ГТО, поэтому у нас будут прыжки. Это один из видов спорта, который входит в комплекс ГТО. Пока медики проверяли свою спортивную подготовку, волонтеры не теряли время зря. Благотворительный фонд «Счастье детям» устроил акцию. Гостям и участникам предлагали вкусить молодильных яблок и оставить добровольные пожертвования. Этот праздник прошел по всем медицинским правилам – спортивно, полезно для здоровья и на свежем воздухе.